В день памяти священномученика Кирилла Казанского митрополит Казанский Татарстанский Анастасий совершил сеночное бдение и божественную литургию в архиерейском подворье, освященном в честь этого святого. Это единственный храм русской православной церкви, построенный в честь митрополита Кирилла Смирнова, бывшего некогда местоблюстителем Патриаршего престола и ближайшим сподвижником Патриарха Тихона. Его высокопреосвященству сослужили настоятель подворья иеромонах Филарет Кузьмин и духовенства различных храмов и монастырей города Казани. По доброй традиции в престольных торжествах подворья приняли участие также священнослужители, чьи священнические хиротонии совершались в этом храме. Поздравляя клириков и прихожан подворья с престольным праздником, владыка Анастасий отметил, что святой, в честь которого освящен этот прекрасный храм, оставил своим последователям величайшее духовное наследие. Дорогие отцы, братья и сестры, умом и сердцем осознавал будущий святитель Кирилл, что слова Господа, кто хочет последовать за мной, пусть возьмет крест свой и следует. И он твердо помнил, что многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное. Да, он не осознавал в начале своего пастырского служения, какие испытания ждут нашу Церковь Всероссийскую. Но он целиком и полностью был вовлечен в церковную жизнь. И самое главное, он сохранил себя как доброго пастыря до конца своего длительного земного бытия. Через ссылки, через тюрьмы, через страдания он сохранил верность Христу, Спасителю нашему. И сейчас он молится за нас, как предстоятель Казанской Церкви. Немного он пробыл в Казани, но самое главное, мы счастливы в том, что имеем таких великих угодников Божиих, которые молятся за нас, которые покровительствуют Церкви нашу. В завершение своего архипастерского слова митрополит Анастасий напомнил прихожанам еще об одном празднике, который молитвенно отмечался в этот день всей полнотой Русской Церкви – дни рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Символичного случилось в его жизни так, что именно в день кончины священно-мученика Кирилла на церковное служение рождается новый Кирилл, который становится для нас главой и первосвятителем всей нашей русской православной Церкви. Мы сегодня желаем ему здоровья, помощи Божьей в его нелегких трудах, по собиранию Церкви нашей, по созиданию людей Царства Божьего в сердцах их. И пусть Господь хранит его молитвами небесных предстателей наших, казанских угодников и священно-мученика Кирилла на многие-многие лета. Завершился престольный праздник архиерейского подворья традиционным молебном перед образом священно-мученика Кирилла.